Цель американской военной поддержки – предоставить Украине возможность защищаться и достичь победы над Российской Федерацией. Это цитата из законопроекта Палаты представителей США о помощи Украине. Конгрессмены одобрили его 20 апреля и тем самым после 7-месячной задержки вывели решение на финишную прямую. Этот двухпартийный закон позволит увеличить объем жизненно важной помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от агрессии России, поддержать защиту Израиля от Ирана и его приспешников, а также увеличить поток крайне необходимой гуманитарной помощи страдающему палестинскому гражданскому населению в секторе газа. Этот закон также является важной инвестицией в будущее Америки. Ллойд Остин, министр обороны США. Из сообщений на сайте Министерства обороны США. Из пакета на общую сумму 95 миллиардов долларов около 8 миллиардов пойдут на помощь союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе и противодействия Китаю. Около 26 миллиардов на поддержку Израиля и жителей Газы. И почти 61 миллиард долларов для Украины. Очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, и наши города и села, которые страдают от российского террора. Спасибо каждому и каждой, кто поддержал наш пакет. Это решение для защиты жизней. Бесспорно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа. И приблизить справедливое завершение этой войны. Войны, которую Путин должен проиграть. Голосование в палате представителей США приветствовал генеральный секретарь НАТО. По словам Йенса Столтенберга, эта помощь необходима не только для Украины, но и для Соединенных Штатов и Европы. Украина использует оружие, предоставленное союзниками по НАТО, для уничтожения российского боевого потенциала. Это означает для нас большую безопасность в Европе и в Северной Америке. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО в соцсети X. Четким сигналом к Кремлю назвал решение Нижней палаты Конгресса США президент Евросовета Шарль Мишель. Законопроект приветствовали и лидеры других институций Европейского Союза. Я приветствую голосование Палаты представителей США, утвердившее давно назревший важнейший пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов США. Это посылает Кремлю четкий сигнал. Те, кто верит в свободу и устав ООН, будут продолжать поддерживать Украину и ее народ. Шарль Мишель, президент Европейского Совета в соцсети X. Украина заслуживает любую поддержку, которую она может получить в борьбе с Россией. Трансатлантические союзники едины в поддержке свободы и демократии. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии в соцсети X. Украина получит трансатлантическую поддержку, необходимую ей, чтобы противостоять российской агрессии. Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности в соцсети X. Единственный путь к миру – помочь украинскому народу защитить себя. Мы едины за свободу против агрессии. Роберто Мацоло, глава Европейского парламента в соцсети X. Европейские лидеры призвали союзников продолжать наращивать производство оружия и боеприпасов. ЕС теперь должен увеличить наше собственное производство вооружения и боеприпасов, чтобы помочь Украине на долгосрочной основе. Тобиас Бильстрем, министр иностранных дел Швеции в соцсети X. Решение США о помощи Украине вступит в силу после того, как президент Джо Байден подпишет пакет законопроектов. Но перед этим за него проголосует Сенат. Это произойдет уже 23 апреля, заявил лидер демократического большинства в Верхней Палате Конгресса Чак Шумер. Валерия Никипелова для телеканала Фридам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова